всем привет на связи культурный центр порт и это очередной выпуск онлайн модификации нашего культурно-просветительского проекта волшебная гора во втором сезоне которого мы рассказываем о наиболее интересных и знаковых местных художниках их выставках состоявшихся в порту в разное время сегодня я хочу вам рассказать о состоявшейся в 2018 году выставки саунд арта звук вокруг и фестивале экспериментального звука поехали звуковое изобретательство поиск новых тембров развитие современных технологий и создание авторских интерфейсов приобретают все большую актуальность звук как изображение осваивает 3d измерения и виртуальную реальность становится все более объемным и многоканальным что представляет современным музыкантам большое поле для эксперимента фестиваль экспериментального звука стартовавший в 2018 году посвящен изучению и популяризации экспериментальной музыки и современного звукового искусства которые также называют sound art музыки также как и в изобразительном искусстве есть свой черный квадрат это пьеса джона кейджа 433 она была впервые исполнена в 1952 году но почему-то до сих пор идея о том что звуки которые нас окружает это тоже музыка сталкивается с большим количеством критики поэтому создавая фестиваль звук вокруг мы хотели показать что есть что-то еще кроме того что мы обычно слышим по радио по телевизору или в зале филармонии другая музыка она может быть менее привычную нашему уху но не менее интересны почему-то они не рассказывают на уроках музыки и даже музыкальной школе ее не так-то просто найти поэтому в первую очередь мы хотели чтобы на выставку пришли дети чтобы у них была полная картина того что вообще можно делать со звуком темой первого фестиваля стали лупы зацикленное воспроизведение музыкальных фрагментов посетители порта узнали как звуковые петли повлияли на современную музыку и какие эксперименты с лупами возможны сейчас также в рамках фестиваля открылась интерактивная выставка звук вокруг на выставке были представлены образцы аналоговой техники второй половины 20 века каждый из которых был рабочим и посетители могли самостоятельно поставить виниловую пластинку или запустить послушать бобинный магнитофон сургутские художники нарисовали ряд картин со звуковым сопровождением чтобы воспроизвести которое посетитель мог считать qr-код своим смартфоном в некоторых случаях композиции соответствовали атмосфере картин а в некоторых дополняли или даже меняли их смысловой контекст мы постарались чтобы вход в саунд арт эта тема специфическая был мягким то есть мы постарались соблюсти баланс простого и сложного и то есть одной стороны у нас была лекция наверно главного эксперта в этой теме в россии андрея смирнова человека который создал термин центр который уже очень много лет занимается сохранением наследия экспериментальных композиторов также нас была лекция олега макарова который рассказывал о музыкальном программировании в максим спи и одновременно с этим были и игровые работы была представлена разработка российского медиа ателье плейтроника устройство плейтрон с помощью которого можно заставить звучать любые предметы вокруг в нашем случае фрукты и овощи представитель плейтроники евгения недосекина в один из дней фестиваля провела воркшоп музыкальные овощи в рамках которого дети и взрослые смогли создавать осмысленные мелодии при помощи плейтрона и овощей центральным элементом экспозиции стал интерактивный объект цикл сайкл московской медиахудожницы кира войнштейн его уникальное заключается в том что кира создала его специально для нашей выставки причем делала это именно здесь в порту несколько дней и ночей она сидела и паяла контактные микрофоны с усилителем буквально мы превратили с моими соавторами велосипед музыкальный инструмент как это был устроен велосипед висел на стене рядом лежала корзина с разными объектами смычком барабанными палочками всякими железяками и зонками и так далее так далее можно было брать эти предметы извлекать разные звуки велосипеда и они в реальном времени записывались велосипеде крепились несколько микрофонов контактных которые сами спаяли и уже специальная программа которым саша сериченко написал весь звуковой поток обрабатывала и нарезала на луфы рандомной длины и проигрывала их рандомное время можно было в любое время поиграть на этом инструменте и сочинить что-то свое и также мы в конце фестиваля сделали небольшое выступление вместе с михаилом исследовым предлагаю посмотреть вам его отрывок а и и Продолжение следует... 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 который идет если есть вопрос если что-то не получилось лучше поднимите сейчас руку как раз вот это называется аудио петля повторяющиеся аудио сигнал цикл по кругу, если есть вопрос, если что-то не получилось, лучше поднимите сейчас руку, потому что есть вопрос, есть, отлично, есть вопрос, есть, 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 есть. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА